Здравствуйте! Вас приветствует мастерская JET. Сегодня я познакомлю вас с барабанным шлифовальным станком 1020+. Конструкция станка стала уже классической, состоит из основания транспортерного узла с приводом и шлифовального барабана с основным маршевым двигателем. Давайте немного поговорим о технических характеристиках станка. Мощность основного двигателя 1,3 киловатта, размер шлифовального барабана диаметр 127, длина 255 миллиметров, частота вращения 1400 оборотов в минуту, скорость транспортерной ленты плавно изменяется от 0 до 3 метров в минуту. Вес станка в сборе 44 килограмма. Диапазон толщин обрабатываемых заготовок от 0,8 до 75 миллиметров, максимальная ширина заготовки 255 миллиметров с разворотом, поскольку станок у нас консольный, ширина заготовки увеличивается до 510 миллиметров. Минимальная длина заготовки 60 миллиметров, а более подробно и расширенно знакомиться с характеристиками и описанием станка можно на нашем сайте. Также в комплекте поставляется коробка с тремя запасными лентами, чистящий карандаш и крюк для натяжения ленты. На заводе на станок уже установлена транспортерная лента 100 грит с зернистостью и рабочая лента 60 грит с зернистостью. Давайте я вам расскажу о подготовке станка к работе. Для начала мы должны установить ленту. Натяжение шлифовальной ленты на станке 1020 плюс имеет некоторые особенности. Они заключаются в строении и настройке вот этого узла. Сейчас как раз нам пригодится вот этот вот крючочек, принадлежность которого многие не понимают. Этот узел, он подпружиненный, его задача заключается в том, что он выбирает слабины в шлифовальной ленте. Во время работы она нагревается, растягивается и таким образом тепловые расширения мы убираем вот именно этой пружинкой. Именно вот нужно ее фиксировать, чтобы он был максимально поднят вверх, то есть чтобы у него запас свободного хода был большой. А теперь давайте проверим заводские настройки станка. Регулировки заключаются в установке параллельности шлифовального барабана транспортерному узлу и прижимных валиков, то же самое параллельно транспортерному узлу. Валики регулируются при помощи ослабления вот этих гаек и перемещения кронштейна. Параллельность шлифовального барабана регулируется ослаблением и регулировкой консоли, то есть как бы мы меняем угол наклона консоли. Ну, собственно, начнем регулировать станок. Для этого нам нужны два калиброванных по толщине брусочка. Мы их располагаем по краям вала, опускаем штурвал до момента касания. Так, ну вот у нас одна сторона слабовастенькая. Открепляем винты. Ну вот, брусочки у нас перемещаются с одинаковым усилием, то есть мы можем утверждать, что с большой степенью вероятности барабан у нас параллелен. И крепим винты. Ну вот, сейчас мы регулируем прижимные валы, открепляем вот эти вот две гайки на подшипниковом узле. Валы у нас параллельны, поскольку брусочки калиброваны по толщине. Все, закрепляем винты, настройка станка произведена. Станок практически у нас отюстирован, подготовлен к работе. Единственное, что нам остается, привести в соответствие указатель глубины с шкалой. Для этого мы опускаем вал до касания транспортерной ленты. Ну и для того, чтобы нам лучше видеть момент касания шлифовального вала транспортерной ленты, вот я простой отверткой поднимаю прижимной валик и операционное поле прямо все у нас здесь. Вот вал коснулся транспортерной ленты и смотрим, что мы имеем здесь. Вот шкала немножко сбита, открепляем винтик и выставляем нолик. Вот он, родименький, и крепим. Существует еще регулировка положения транспортерной ленты относительно стола. Это достаточно нужная регулировка и нужно следить за ней, потому что быстро изнашиваются края транспортерной ленты, если ее не осуществлять. Делается на ходу при помощи вот таких вот этих винтов. То есть винты натягивают и отпускают транспортер с одной стороны и с другой. Вот сейчас смотрите, транспортер у нас смещен в эту сторону. Я выдвигаю ролик с этой стороны и транспортер у нас поплыл туда. Но регулировка такая неспешная. Не горячитесь, не торопитесь, медленно, методом последовательных приближений. И она еще, эта регулировка, параллельно со всем осуществляет и натяжение транспортерной ленты. То есть если проскальзывает лента, то тоже обращаемся к этим регулировочкам. И еще добавим немножко. Причем при вкручивании винта у нас вал выдвигается наружу, при отпускании кронштейн с валом уходит внутрь. Транспортер находится посередине вала, никуда не убегает, поэтому я считаю, что регулировку можно считать законченной. Ну все, станок наконец-то наш готов к работе. Даже подключен так необходимый при шлифовании стружка отсос, чтобы не было мелкой пыли. Поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот обратите внимание, из-за перегрузки, то есть из-за большого глубины съема и высокой подачи, сработала защита маршевого двигателя. Ничего страшного нет, просто нужно после остановки станка нажать кнопку, снятие блокировки двигателя, и станок опять у нас на ходу. И в профилактических целях не надо забывать регулярно чистить шлифовальный материал карандашом, который ходит в комплект. Эффективность достаточно высока, то есть регулярное пользование карандаша многократно продлевает срок службы шлифовального материала на станке. На этом, собственно, рассказ о шлифовальных функциях станка 1020+, можно было бы и закончить. Но есть одно очень интересное и неожиданное продолжение. Наши специалисты разработали и изготовили брошировальные щетки с валами для переоборудования станка 1020+. Вот они родимые. И я сейчас подробно вам расскажу и покажу, как переоборудовать станок. Труда это не составит никакого. Для того, чтобы подготовить станок для установки брошировальных валов, мы должны снять шлифовальный. Задача заключается в следующем. В освобождении этого винта, который держит вал, снятие четырех винтов с консоли. И единственная операция, которую с натяжкой можно назвать сложной, это выпрессовка подшипника с корпусом из со старого вала. Ну, приступим. Открепляем винт на муфте вала. Откручиваем четыре винта, держащие подшипник на консоли. Откручиваем два винта с корпуса подшипника. При помощи съемника выпрессовываем подшипник с шлифовального барабана. Это инструменты, которые, собственно, нам понадобились при демонтаже. Для того, чтобы преобразовать наш станок в брошировальный, нам необходимо будет стальной вал, который встает на все щетки, как на металлические, так и на полимер-абразивные. И одна из щеток. Ну, давайте, к примеру, возьмем вот на самом классическом валу с простой латонизированной стальной проволокой 0,3 мм. Проходит. Мы его поставим потом, чтобы он не мешался. Сейчас просто напрессовываем подшипник на вал. Ну, подшипник напрессован. Ставим щетку с соблюдением направления вращения. Вал у нас крутится так. На валу сделаны такие проточки. С большой степенью вероятности винт у нас попадает в одну из и как бы еще подтягивается к шпонке крепящий вал. То есть, этим самым мы как бы убираем дополнительные люфты. Значит, это соблюдено. Наконец-то крепим шестигранничками. Один находится здесь, второй находится с другой стороны. Ставим шпонку в вал. Вот она есть, родимая. Для чего она это понятна? И теперь ставим вал, совмещая шпоночное гнездо втулки с этим чудесным сооружением. Все, вал установлен на место. И нам осталось закрутить четыре винта, крепящие кронштейн в консоли. И в конце не забудьте закрепить винтик муфты. Все, станок переоборудован, и он готов к брашированию. Мы попробовали наш станок на простой стальной щетке. Давайте теперь ее переснастим на стальную жгутиковую, лутунизированную, 0,3 мм. Винт на муфте. Вал снялся. Вал готов к установке. Не забываем про шпонку. Лучше ее ориентировать кверху. Не забываем про прижимные валы. Все, вал у нас стоит на месте. Ну вот, станок перестроен на жгутиковый стальной вал. Давайте попробуем, какой результат он нам даст в работе. Давайте еще раз произведем процедуру замены вала. Сейчас мы установим вместо жгутикового полимер-абразивный вал с зернистостью 80 грит. Значит, открепили винт муфты. Открепляем 4 винта кронштейна консоли. Раскрепляем шестигранники, которые держат вал. Их, как вы помните, две штуки с одной и с другой стороны. Вал снят. Меняем на полимер. Как вы помните, мы сохраняем направление вращения. То есть, они обрезаны таким образом, что вал без приработки с самого начального момента начинает эффективно брошировать. Устанавливаем вал. Аналогично два шестигранничка. Все, вал готов к установке. И ставим его на место. Не забываем, что нам нужно попасть шпонкой. На валу, которая есть, попали. Устанавливаем прижимные валы. Все, вал на месте. И затягиваем оставшиеся 4 винта кронштейна. Как видите, операция абсолютно не обременительная и занимает считанные минуты. Винт муфты. Давайте посмотрим, как будет эффективно брошировать сосну. Полимер абразивный 80 грит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот что у нас получилось. Значит, это сосна, это ясень. И, значит, последовательно ясень, первая заготовка, полимер. Вторая стальная щетка. И третья стальная жгутиковая. Самая агрессивная. Но вот особенно это заметно на сосне. То есть, если мы последовательно пойдем. Первый образец это полимерно-абразивный. Рисунок выражен очень мягко. Следующий образец это у нас железная щетка. Рельеф яркий, жесткий. И жгутиковая. Но здесь рельеф уже практически как поверхность Луны. Все в кратерах и вулканах. Для наглядности сейчас мы их оттонируем. Разложим в такой же последовательности, чтобы было понагляднее заметно. Потому что однотонной древесине и видеосредствами как бы передать-то сложновато. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас я вам могу показать некоторые окончательные варианты отделки. Вот они выглядят где-то вот таким вот образом. Ну, как понимаете, художественные варианты отделки столь многообразны, что они ограничены только вашей фантазией. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, мы познакомили вас с двумя ипостасями шлифовального станка 1020+. Теперь, значит, о его преимуществах. В отличие от ручного электроинструмента брошировального, станочная обработка, в частности, вот на станке 1020+, отличается высокой повторяемостью и стабильностью результатов, что крайне важно, допустим, при изготовлении паркетной доски. Наши валы отличаются высокой ходимостью. Вала хватает на обработку порядка тысячи квадратных метров материала. Это достигается за счет увеличенной высоты щетинок до 30 мм и особого крепления их в туловище щетки. Ну вот теперь уже все, что я хотел рассказать об этом станке. Я вам все рассказал. Так что ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всего вам доброго, хороших заказчиков и до новых встреч на канале Jet.